Всем привет! Сегодня я хочу вам показать отчет по картине от фирмы Риолис. Вот такие вот чудесные белые розы. Названий нет у этих наборов. В наборы от Риолис всегда идут под номерами. Номер 1059. Сейчас я разверну и покажу, что у меня получается. Несмотря на то, что работа большая, вышиваю я ее на пяльцах. На 16 и на 18 конве мне удобнее вышивать на пяльцах. На станке я только вышиваю работы, которые на 14 конве. Ну, просто потому, что мне так удобнее. Вот что должно у меня получиться. Вот такая картина. Я вышила почти половину. Посмотрите, что получается. Это просто неописуемая красота. Несмотря на то, что розы очень-очень крупные, издалека они смотрятся. Конечно, картина будет огромная. 55 на 35, если еще и с паспарту, будет громадных размеров. И смотреть ее нужно издалека. То есть издалека это вот смотрится как фотография. Вот посмотрите, какой участок я вышила. Вот эти три розы. Вот так. Почти половину. То есть я уже начала вот эти лепестки вышивать. Почти половина работы. Несмотря на то, что это тоненькая конва, она настолько тонкая, настолько рыхлая, но вышивать просто какое-то удовольствие. Нитки анкор, нитки замечательные. Вот нареканий к ниткам абсолютно никаких нет. Ниток много. Я их нарезала вот так на самодельную планшетку. В общем, очень люблю я вышивать лепестки. Это самый любимый мой процесс. Это когда вышиваются листочки, лепестки. В общем, цветы море удовольствия мне доставляет. Слышала, некоторые девчонки наоборот не могут вышивать цветы. Их это утомляет. А мне как раз это доставляет удовольствие. Сейчас покажу вам поближе бутончики. Очень реалистично прорисованы детали. Несмотря на то, что вот здесь на листьях, казалось бы, резкие переходы, вот сами бутоны смотрятся просто шикарно. А цветы, они как-то в основном там бежевыми нитками вышиваются. И когда я вышивала, думаю, где же здесь будут белые розы? Почему все такое темное? Вот посмотрите, видите, какие темные лепестки. И когда я вышивала, здесь цвет почти такой же, как на заборе. Думаю, да что ж такое, когда же будут эти белые розы? Белого здесь было совсем чуть-чуть. Здесь чередуется крест в две нити и крест в три нити. В одну нить вообще нет ни креста, ни полукреста. Полукрестов здесь нет. Вот это чередование в две и в три нити как раз придает лепесткам объем. Вот это все, что вышито белым, это вышито в три нити. Поэтому оно как бы выходит на передний план. И издалека как раз вот виден этот белый цвет. Хотя на самом деле белого цвета здесь очень мало. Я даже переживала, что думаю, ну как же эти розы будут какие-то коричневые, а не белые. Но то, что основа такого кофейного цвета, как раз вот на этом фоне все-таки рисунок смотрится светлее. Очень нравится мне эта работа. Ни капельки я не разочаровалась в том, что я искала именно этот набор и хотела его вышить. С этой работой я принимаю участие в совместном проекте Светланы Абакаровой «Роза королева цветов». Ссылочку на ее канал вы найдете под видео. Ну а вам большое спасибо за просмотр. Отдельное спасибо за лайки. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok